Здравствуйте! В эфире город С и Татьяна Дмитриева. Как обеспечить безопасность детей во время каникул? Почему железная дорога становится зоной повышенной опасности? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневоложского линейного управления внутренних дел России на транспорте Алла Нечисова. Алла Альбертовна, здравствуйте! Вот уже большая часть каникул прошла, уже можно делать первые выводы и, наверное, какие-то случаи произошли, о которых стоит рассказать, чтобы они не повторились в оставшееся время. Что это такое? Как складывается вообще ситуация и обстановка? Летние каникулы в разгаре. В разгаре оздоровительная детская компания летняя. Ну, скажем так, мы перевезли уже из Самары к местам отдыха, это в Северно-Кавказский регион, практически 4000 детей. 400 детей мы перевезли самолетом, порядка 500 детей мы перевезли речным транспортом и уже более 15 тысяч – это те маленькие путешественники, которые проехали через нас транзитом. Более, группа более 100 детей мы эстафетно по своему участку сопровождаем, это от Абдулина до Сызрани. То, что более 350, мы сквозным способом, то есть посадка и окончание путешествия довозим до конца, до места отдыха. Надо отдать должность, что в пути следования, ну, прям хочу по дереву постучать, конечно, извините, суеверие может быть. Не было у нас никаких ЧП, не было происшествий, все проходило четко, все службы работали, ну, скажем так, в устоявшемся алгоритме, четко, дети проходят на посадку, работают кинологи, работают оперуполномоченные, работают инспектора по делам несовершеннолетних, детей доставляем и перевозим. Но, что хотелось бы сказать, сами дети расслабились, то в школе, вот перед каникулами мы с ними проводили большую работу, беседовали, уговаривали, говорили, забылось все. Разгар лета, притупилась бдительность, и самое страшное, что притупилась бдительность у родителей. Мы транспортная полиция, мы не только на железной дороге обслуживаем все перевозки, но, повторяю, и речным транспортом, и воздушным транспортом. Какие у нас произошли ЧП? Наиболее характерные. Вы знаете, какой-то бич стал это любители самолюбования, любители селфи. Залезет на вагон, на цистерну, подскользнется, свалится, разобьет голову, попадает и остаток лета проводит в больнице. Другой полезет, протянет руку с вот этой ножкой и, задевая провода, получает удар током. Кто-то, мальчишка по Сызране, допустим, не выдержал долго ждать, чтобы прошел поезд, поехал на велосипеде, был сбит насмерть. То есть лето, это, опять же, еще и время повышенной опасности. И особого внимания родителей. Те родители, которые, ну, скажем так, не уделяют особого внимания времяпровождению ребенка, не знают, где он находится, и, самое страшное, не знают, с кем он гуляет, но вот потом приходится расплачиваться очень дорогой ценой. Вот приведу пример. Недавно, буквально 7 июля, при патрулировании нашей акватории на острове Голодном был обнаружен лагерь, который не был не зарегистрирован ни в одном учреждении государственной власти. Нигде, ни в МЧС, ни в ГИМС, ни в полиции, ни в администрации района, где находится этот лагерь. Просто находился сам по себе. Сошли на берег, посмотрели. Дети сказали, руководитель сказал, что это такая есть программа Робинзона, да, где дети живут в таких, скажем, приближенных к диким условиям, сами себе добывают пищу и все такое прочее. Такой программы нет в Самарской области. Хотя, казалось бы, ну, можно было организовать что-то, выставить куда-то свою программу, защитить ее. Нет, у человека нет ни педагогического, ни медицинского образования. Лекарства все просроченные в аптечке. Нам он заявляет, что дети должны сами иметь в себе лекарства. Это везде написано, беречь от детей на любом лекарственном средстве. И везде предупреждается, что самовольное и бесконтрольное принятие лекарственных средств, это что чревато опасностью для жизни. Значит, лекарственные средства просроченные. Кушать дети готовили все сами. Надо сказать, что дети там были от 10 до 16 лет. Ну, скажем так, это в основном 10-12 лет. Это дети, это маленькие дети. И учтите, дети неподготовленные, которые не ходили еще в походы. А представьте, вот этот тяжелый котел с водой. Воду мы тоже берем из реки, сами понимаете. Это большой котел. Это самим надо все порезать, нарезать, приготовить. Не у всех детей есть такие навыки. Согласитесь, это еще маленькие дети. И дети, которые росли в основном в тепличных условиях, в семье. С мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой и все такое прочее. Но пострадавших нет, которые заболели? Пострадавших нет. Ну, вот представьте, 3-го числа гражданин переправлял их, этих деток, на отрав голодный. Было штормовое предупреждение. Как раз вот в эти дни у нас была трагедия с восходом, вот этим катером на воздушной подушке, где волнами и ветром вышибло стекла. В лодке с ПВХ они ведь не очень устойчивы. И представьте, вот этих ребятишек переправляли. Это страшно. Паси бог кто-то, они не поседы, дети они непредсказуемы. Ну, может быть, он и замечательный специалист. Может быть, он хороший человек. Повторяю, хороший человек – это не профессия. И в рай дорога услана чем? Благими намерениями. Он не специалист. Ну, вот он этих ребятишек повез. Ну, мало ли кому-то что-то захотелось посмотреть, куда-то наклонился, наклонился, и перевернулась бы эта лодка. Это была бы трагедия. И такая трагедия. Не то, чтобы мы прогремели на всю страну. Ладно, мы прогремели. А трагедия для детей, для родителей. Представьте, идти домой и говорить, идемте опознавать, не ваш ли это ребенок погиб. Да, но в данном случае поведение родителей, как можно оценить? Это же, наверное, оформлялись какие-то отношения между вот этим руководителем и лагерей? Значит, через посредством интернета гражданин пригласил родителей и их детей участвовать вот в этом лагере, вот в этой программе. 7 тысяч стоила путевка. Это с 3 по 8 июля. 7 мы их эвакуировали. Значит, что туда входило? Это приправка от Тольятти автобусом до села Малой Рязани, с Малой Рязани на вот этих лодках на берег. И проживание там. Ну, насчет питания. Я хочу сказать, что когда мы приехали туда, там была тушенка, банка, немножко помидоров, немножко печенья. Все остальное дети готовили сами. Потом, как нам признали сами дети, они жарили лягушек и добавляли их в пищу. То есть действительно экстремально. Но понимаете, мы по телевизору видим много передач. Там действительно что-то они там кушают, как-то выживают. Но, повторяю, это взрослые люди. Да, да, но не в отношении детей, конечно. И они уже совершенно летние. И такие эксперименты в отношении детей, они пагубны. Хотят родители такого экстрима. Ради бога, собирайтесь все вместе, езжайте. Но чужой человек, какой бы он ни был, он чужой, вы его не знаете. Доверять самое дорогое, что у тебя есть, это ребенка, его жизнь и здоровье. Каждый по себе ребенок, он замечательный. Они все хорошие. Но когда они сбиваются в кучу, вот я всегда говорю, у детей такая особенность. Вот чем хуже я поступил, тем круче я в глазах своих товарищей. Просто вот, понимаете, он может себя в душе корит, может он себя ругает. Ему не хочется так поступать, но он будет. Почему? Ему хочется завоевать авторитет. Он хочет быть, ну, высоко воспарив в глазах своих товарищей. Повторяю, детское поведение, оно не всегда предсказуемо. И когда начинаешь с ним разговаривать, да, он потом жалеет. Ну вот не мог он ничего с собой поделать. Вот понесло его. И вот так же и здесь. Рыбачат дети в этих лодочках. Может быть стоят, может еще что-то. Побежали, запрыгнули в воду. Вода холодная, вода в этом году не отошла. Ну, должны знать были все службы, заинтересованные, так скажем, службы спасения. И службы государственной власти, что здесь находятся дети. Чтобы прийти на помощь. Три километра до деревни Малая Рязань. Пока эти три километра преодолеешь, и кто-то их бы преодолел, время может быть упущено. Вот это вот самая главная ошибка. То, что никто не был оповещен, никто не знал. Я понимаю, можно создавать какие-то лагеря. Нужно. Но, понимаете, все это надо продумывать. Нужна какая-то программа. И, извините, продумать все до мельчайшей детали, чтобы спасение пришлось июминутно. Чтобы, как вот насямозили тогда не было, что, а, дети пошутили, позвонили. Кстати, насчет дети пошутили. Вот опять же, хочу обратиться к родителям. Вообще, к взрослым. Вы понимаете, нет чужих детей. Вот спасибо тем гражданам, потому что сначала пришла информация, почему пошли патрулировать. Что там дети, что-то там не то. Они лягушек кушают, как граждане позвонили, неравнодушные. В субботу, в прошлую. Опять же, хочу привести пример. Например, трагедия могла произойти по халатности, по равнодушию взрослых, которые все это видели и окружали. Четверо мальчишек на дачах. Все они были случайно знакомые. Вот приехали на дачи. Мальчишки от 14-15 лет. Познакомились с двумя девчонками 12-13 лет. И решили, без спроса, родители ушли и переплыли сок. И пошли искать какую-то тарзанку, кто-то им рассказал. Найдя эту тарзанку, вдоволь напрыгившись на ней, это весь день на жаре, решили идти домой назад. Потому что девочки стали говорить, что мама с папой их поругают. Они не разрешают одним на речку ходить. Пошли. У одного из мальчишек оказалось эндокринное заболевание. Мало того, ему нельзя на солнце находиться. Кинулись они еще в эту холоднючую воду. И мальчишка стал гибнуть. Его свело судорогой, сердцем стало плохо. Проплывало тут какое-то бревно. Его мальчики перекинули через бревно. Девочек посадили, поплыли. Сначала им было вроде как по шею, они сказали. Но течение-то сильное, и бревно тяжелое. И товарищ на этом бревне висит, он же не помогает им. И они поплыли, и чувствуют, земли-то уже нет под ногами. И что они могут утонуть, стали кричать. В общем, два с половиной часа наши дети сплавлялись по реке, принудительно так. Ну, граждане отдыхали все. Мальчишки кричали. Ну, неужели нельзя было кому-то позвонить и сказать, тут ребята как-то подозрительно кричат, просят о помощи, помогите. Два с половиной часа дети плыли. Подплыли два рыбака на резиновой лодочке. Да, я согласна, лодочка маленькая. Девчонок подхватили и увезли. Мальчишка говорит, ну вот теперь вам полегче, плывите сами. Девочки, опять же, никому не сообщили, убежали, и все. И пропади вы пропадом наши новые друзья. Проплывал мимо мужчина на байдарке. Вот он молодец, он гражданин, он свой гражданский долг исполнил. Он, мальчишки, что с вами? Дядь, мы тонем. Он говорит, так, держитесь, у меня телефона нет, сейчас я до берега. Доплыл до берега, взял у кого-то телефон, МЧС вызвал. Молодцы спасатели приехали, приплыли, мальчишек вытащили. Оказались, там мальчишки, вроде, сначала они такие сидели нахохлившись, потом они себя почувствовали героями и стали рассказывать. Вы понимаете, как, это дети. И они рассказывают, да, мы кричим, там мы тонем, все, а все смеются. Вы понимаете, это дети. Представьте, как им было страшно, какой был ужас. Этот плыть не может мальчишка. У него не то, что ему страшно, он физически не может. Эти уже испугались, им страшно. А все смеются, все в ладоши хлопают. Мальчишки тут глупостью занимаются. Понимаете, какая трагедия могла произойти по вине взрослых, которые были на берегах реки. И опять же, родители. Ну, вы контролируете своих детей. Куда они пошли, с кем они дружат. Я понимаю, что вы на дачах отдыхаете. Ну, вы должны помнить и знать, где находятся ваши дети. Вот вы сказали в начале программы, что в конце учебного года была профилактика мероприятия, а сейчас дети расслабились. Неужели в летнее время нет никаких вот напоминаний, инструкций? Есть напоминания. Буквально две недели назад была такая акция. Плыл кораблик по реке Волга и останавливался во всех волжских городах, больших и маленьких. Называлось «Капитан доверия», где шоу детское было. И, скажем так, в непринужденной форме детям рассказывали об их правах, о том, куда можно обратиться, если с тобой случилась беда. И у нас железнодорожники, посмотрев вот это мероприятие, решили, что надо нам провести не просто «Капитан доверия», а чтобы дети вспомнили правила поведения и как себя навести на железной дороге и вообще на объектах транспорта. Специальный вагон есть. Вагон – это посвящен непроизводственному травматизму. Непроизводственный травматизм – это вот те, что гражданские люди гибнут. И там отдельная программа для детей. Дети железнодорожного и Октябрьского района заказали автобус, пригласили. Дети нарядные, разные для них это событие. Каникулы, они поехали, привезли их. Пригласили в этот вагон. Показали им фильмы, мультфильмы детям о том, как надо себя вести, как не надо себя вести. Там был один мальчик опекаемый, у него была с ним прабабушка старенькая. И она такие глаза убыли. Она, по-моему, еще первая пионерка Самары где-то была. Ей так хотелось. Я говорю, бабушка, вы хотите? Она – да. Я говорю, садитесь. А место будет? Да будет. Она вот как ребенок. Ей так все нравилось, все смотрела. Кстати, у нас есть сюжет на эту тему. И, по-моему, та же бабушка, про которую говорите. Давайте посмотрим, а потом вы еще прокомментируете. Внимание, дети! Лето – самая опасная пора на железной дороге. Напоминать правила безопасности – суровая необходимость. Каждый год происходят несчастные случаи, где страдают и даже погибают подростки. Часто из-за собственной невнимательности и неосторожности. Например, желание сделать селфи в экстремальных условиях. Уже было два смертельных случая, и еще несколько человек пострадали. Об этом надо говорить, не надо замалчивать. Почему говорить? Может быть, это жестоко, да, вот дети получили травму. Нет, надо говорить, чтобы слышали и дети, и родители, и опекуны, что железная дорога – зона повышенной опасности. Сотрудники железной дороги регулярно посещают школы и приглашают детей на занятия на вокзал. Лекции в виде мультфильмов и викторины на знания правил безопасности проводят совместно с сотрудниками транспортной полиции и отдела опеки. Для них такие мероприятия очень интересны. Они носят, во-первых, помимо того, что познавательный характер, да, плюс в целях профилактики травматизма, такие мероприятия очень полезны. Вместе с детьми на занятия приезжают и ученики постарше. Фалина Плотникова переживает за своего правнука Никиту. Мальчик входит в подростковый возраст. Все чаще гуляет один. Я с правнуком. Так. Он, чтобы по обуви поглядел, ну и я тут. А как же, беспокойся, он самый у меня дорогой. Урок проходит в специальном вагоне охраны труда. Его возят по станциям, проводят занятия по всей железной дороге. Получается мобильная школа. Информация по безопасности в виде картинок, чтобы детям было понятнее. И как вы обратили внимание, здесь есть рисунки. Мы просили ребятишек отразить свое мнение, как себя нужно вести, когда они находятся на объектах железной дороги. Благодаря постоянной профилактике, травматизм на железной дороге по сравнению с прошлым годом удалось снизить более чем на 10%. Чтобы свести количество несчастных случаев к минимуму, на участке Куйбышевской железной дороги дополнительно оборудуют три перехода. Какие все-таки ошибки при подготовке и во время путешествий все еще продолжают совершаться? И взрослыми, которые детей свои готовят, и самими детьми, которые что-то, может, забывают. Вот что еще происходит? Во-первых, если это организованная детская группа, еще раз повторяю, надо о себе заявить, надо зарегистрироваться. Почему? Потому что дети у нас передвигаются в вагонах. Повышенная комфортность в том плане, что есть обязательно биотуалет, есть обязательно кондиционер. Ну и соответствующее белье. Для них вот мягкий инвентарь. И в обязательном порядке это новые вагоны, где у нас есть скобы безопасности, чтобы ребенок, спящий на верхней полке, ну не упал. То есть, понимаете, скоба, что удобнее, чем вот ремень. В обязательном порядке. Кроме того, вагоны эстафетно сопровождаются эти дети. Постоянно идет отзвон старшим группы с территории, по которой они проезжают. Это инспектор АПДН. Что случилось, как едут, нужна ли какая-то помощь. Телефон, пожалуйста, вот вам наш телефон, обращайтесь в любую минуту. То есть, отслеживается постоянно передвижение детей. А есть такие, которые едут сами по себе. Ну, понимаете, могут в вагон попасть там, как у нас однажды был, целый цыганский стабор с детьми ехал. Ну, согласитесь, это несовместимо. Просто родители вот захотели детей отправить, собрались, купили билет и отправили никуда. Договорились где-то с каким-то дядей Васей, что он там их приютит в какой-то хижине на берегу моря. Это очень опасно. Поэтому передвижения детей должны быть контролируемыми. Еще я хочу сказать, знают ли и не знают родители, я стараюсь всем доводить в этом году, что с прошлого года у нас уже для всех детей, для всех детей, нет у нас больше 10 лет, где детский билет, до 17 лет. Вот если ему 17 лет, 363 дня от роду, он покупает, едет за 50% плацкартных и в общих вагонах. Купейные, да, уж извините, а плацкартные, пожалуйста, езжайте, путешествуйте. То есть можно ехать, можно путешествовать. 50% скидки, это ощутимо. Ну и какие еще правила дети нарушают? Как правило, родители едут в вагонах. Опять же, родители – это образец поведения. Бывает, что родители, у нас запрещено в поездах курить. Он начинает курить, и, соответственно, и подростки тянутся. А почему дяденьке можно, а мне нельзя? Прошу обратить внимание уважаемых взрослых. Нельзя курить ни в электричках, ни в поездах. Нет у нас там специально отведенных мест. Поэтому на вас смотрят дети. И будьте, пожалуйста, ну, скажем так, внимательны к ним. Не роняйте свое лицо. А что делать в таких чрезвычайных ситуациях? Допустим, вышла группа во время остановки поезда. Все сели, обнаружили, что одного нет. Или, допустим, посмотрел о сумке. Уже поезд тронулся, а сумки нет, пока туда-сюда все ходили. Были у нас такие случаи. Ну, правда, сумки забывали в поезде при выходе. Все доставляют детям, оставляют. И на обратном пути, если они едут, все им вручается. Если в таком случае ребенок отстал от поезда, ну, во-первых, это всегда по вине взрослого происходит, по вине сопровождающего. Меньше 20 минут поезд стоит. Не надо выходить. Объясните детям. Дети, мы едем с вами не так уж долго. Мы посидим. Вот будет большая станция, полчаса. Мы выйдем, походим. И всегда следить за детьми, чтобы никуда они от вас не убегали. Покупать продукты не надо на станции. Ну, захотели они мороженого, купили мороженое. Оно на станции в специальных киосках продается. Бежать в город, бежать на другой конец платформы нельзя. Некоторые бегут на вокзал, посмотрите еще куда. Ни в коем случае один ребенок не должен уходить. Выход только в сопровождении старшего группы. Не хотят дети гулять, хотят убежать. Извините, пусть сидят в вагоне. Были у нас такие случаи, когда взрослые о том, что дети у них не сели, опомнились и увидели только по Сызрани. У нас дети ехали из какой-то деревни, какой-то ПТУ деревенской. Хорошие мальчишки, но они стеснялись подойти. Им было по 16 лет. Они пошли смотреть вокзал и забылись. Такой красоты, как они нам сказали, они еще никогда не видели. Для них это образец какого-то зодчества был. И только через час, через два, даже часа через два приходят к нам, стесняются, так вот ногой воют. Вот, а мы это, что, ребята, мы это, отстали от поезда. Мы от какого поезда вы отстали? Ни сообщений, ничего. И говорят, а мы едем на юг с группой. Вот мы учащиеся из такого-то вот училища, из такого-то вот поселка. Я даже сейчас вспоминаю, это даже мы позвонили, сказали, что у вас дети отстали от поезда. По Сызрани вышел преподаватель. Мы поместили детей в приют, чтобы они переночевали. Он приехал за ними, сделали остановку в поезде. И вот они потом уже вчетвером продолжили свой путь. Но извините, сколько мальчишки натерпелись, и какая неприятность была у преподавателя. То есть, опять же, повторяю, что все зависит от нашей бдительности, от нашего отношения. В поездку с детьми должны ехать проверенные люди, надежные люди, которые неравнодушные, которые, да, за детьми будут следить. Потому что у сопровождающего рабочий день 25 часов в сутки. Он не спит, не ест, он всегда рядом с детьми. А требования к сопровождающим какие? Почему так получается, что вот неквалифицированные, так скажем, которые даже не заметили отсутствие подопечных? Ну, во-первых, как правило, это должны быть люди или педагоги, но, во всяком случае, работающие с детьми. Это или тренер, или педагог, доктор какой-то должен, тренер с ними едет. Это, во-первых. Во-вторых, значит, эти люди должны проходить проверку. Ни в коем случае судимые не должны быть ехать с детьми. Никаких судимостей у людей. Это должны быть такие граждане солидные, взрослые, как правило, ну, сами имеющие детей. Ну, неравнодушные, обязательные в самом деле. А на количество детей есть какое-то вот... Да, на 10 детей один сопровождающий должен быть в обязательном порядке. Да, чтобы уследить за всем. Да, чтобы уследить. Во-первых, это на 10 детей. Во-вторых, легли дети спать. Он обязан пройти и посмотреть, все ли дети подняли скобы безопасности. Все ли укрылись, никто ли не с полки. Посмотреть, где лежат их телефоны. Это самая страшная трагедия для ребенка, когда пропадет телефон. Есть у нас несознательные граждане, неперевелимых еще, которые могут украсть у ребенка телефон. Поэтому или преподаватель собирает их к себе, или заставляет детей всех складывать в рундук, в сумку. Ни под подушку, ни рядом в сеточку для умывальных принадлежностей. Только убрали в рундук. Ни на зарядке, он не должен нигде находиться посреди вагона. Телефоны должны быть убраны. Ночью папа и мама звонить не будут. И им надоедать не надо. А какие правонарушения совершаются несовершеннолетними на железной дороге? Есть же такое? Есть, к сожалению. И вот всегда интересно, такие вот подростки ставятся на учет. Сколько времени за ними ведется контроль? Как они отчитываются? Как правило, летом у нас очемелые ручки, нам скучно. Дети идут, допустим, в зеленую зону, идут на речку. Путь лежит через железную дорогу, идет поезд, мы стоим ждем. Но, опять же, просто так ждать-то скучно. Руки зачесали, схватили камень, кинули в поезд, разбили стекло. Есть у нас такие случаи. Есть случаи у нас, вот два дня подряд линзы разбивают, светофор. Опять же, из-за чего линзы? Ну, горят, они мигают, вот стоят и мигают. Вот зачем они мигают? Надо их разбить. И дети-то не... Потом начинаешь объяснять, что, ребят, вы не осознаете, что от их работы четкой зависит четкая работа железной дороги. Упаси бог, сойдется рельса в поезд. Вы понимаете? Понимаем. А зачем вы это сделали? Не знаем. То есть, опять же, вот это детское какое-то вот... Ну, не то, что ребячество, бесшабашенность. Психология такая. Они не осознают всей серьезности. Да, им главное, чтобы в этот момент весело. И, опять же, какой я крутой в глазах своих товарищей. Вот я разбил, а они-то стояли и молчали. А потом вот сидит слезы, на кулак мотает, и я так больше не буду. Вот представьте, 14-15-летняя детинушка, я так больше не буду. Есть у нас такие случаи, стараемся мы все это раскрывать, стараемся мы объяснять, особенно по тем населенным пунктам, где у нас проходят поезда, по дачным массивам, потому что родители приезжают на дачу, шашлыки, музыка, все. Я понимаю, люди расслабляются, оно должно так быть, надо отдыхать. Но, опять же, не забывайте, где находятся ваши дети, чем они занимаются, потому что забились в кучку и пошли куда-то. А раз пошли, новый коллектив, надо себя проявить, показать. Были у нас случаи, когда дети поезда обкидывали, играли в партизан, маленькие дети. Шли поезда, они там все набрали ко мне и кидают. А папа с мамой спокойно на дачах отдыхают. И даже ни сном, ни духом не знают, где же их дети находятся. И вот если во время такого происшествия ребенка остановят, поймают за руку, вот что дальше с ним происходит? Или, значит, если это просто гражданин, активный такой, он должен позвонить в полицию или передать железнодорожникам. Обычно, как правило, если этому, ну, составляется на родителей обязательно протокол. Потому что есть такая статья 5.35 Кодекса административных правонарушений, который гласит о том, что вот это все произошло в результате неисполнения родителям своих обязанностей в данный момент. То есть не следили они за детьми, не предупредили они их, не обеспечили условия нормального их поведения. Вставляется протокол, родители штрафуют. Пусть штраф пока небольшой, 500 рублей. Но в перспективе эти штрафы увеличатся. Но, опять же, ребенка ставят на учет в полицию. Где он год стоит на учете? Если он зарекомендует себя с хорошей стороны, будет хорошо учиться, принесет хорошую характеристику. Инспектор к нему будет домой приходить, интересоваться, как он себя ведет, как он учится, какую секцию посещает, как его соседи характеризуют. Ну, согласитесь, это не очень приятно для многих. Для многих детей сам факт, бывает попадание в полицию, это уже трагедия. А для некоторых, как с гуси вода. Но, опять же, согласитесь, постановка на учет, ну, неприятная для ребенка. Да. Ну, вы рассказали про железнодорожный, речной транспорт, про правила перевозки. И складывается такое впечатление, что на воздушном, в принципе, проблем не возникает. И там все как-то вот уже упорядочено. И, казалось бы, нет даже вот возможности что-то нарушить. А есть что-то или нет? Какие-то случаи, о которых тоже можно предупредить. Ну, у нас предупредить то, что, опять же, запрещенных предметов не перевозили. Ничего там родителям, и дети сами ничего запрещенного такого не покупали, чтобы у них в багаже не обнаруживалось. Вот у нас любители кастет прикупить какой-нибудь или ножичек сувенирный, чтобы ничего вот такого не произошло. Опять же, упаси бог употребить спиртные напитки. Был у нас такое однажды, то, что в аэропорту папа с сыном пиво распивали, составили протокол на них. Но, опять же, это не то, что сам ребенок, а папа его, получается, вовлек себе и сыночке 16-летним купил. Ну, и самолетом у нас дети прилетают, в основном в Крым. Но в Крым у нас летят, это небольшие организованные группы, это секции. Вот на той неделе улетели дети железнодорожников в лагерь лучистый. Ну, скажем, происшествий не было у нас на самолетах и в аэропортах, слава богу. То есть все у нас отлажено. Стараются сотрудники. И, понимаете, вот последние два года детские перевозки, это вот летом практически основная работа, основная задача провести эти перевозки на высшем уровне. Я вот это без ложной скромности говорю. Действительно, сейчас детские перевозки, это самое основное. Потому что ряд трагических случаев, конечно, потряс всю страну. И еще хочется узнать о беспризорных детях. Вот какое-то время назад говорили, говорили, что раз, два, три попадаются, попадаются. Сейчас это спало? Спало. И в связи с чем, вот если проанализировалось, что происходит? Ну, наверное, спало, знаете, в связи с чем? Во-первых, у нас было очень много детей из Средней Азии. Вот эти таджикские цыгане, люли. Мы провели тогда, целый год с ними боролись, акцию. То есть всех детей изымали и в ЦВИН помещали, в Центр временной изоляции. Родители не сразу могли их там получить. Но как-то они и документы у них откуда не возить получались, и все. И как-то мы их победили. Они поняли, что мы так и будем помещать их детей, у них будут очень большие проблемы. И дети перестали у нас в электричках вот так вот петь ходить. Вот сейчас нету, мы проверяем. И поселений, вблизи железной дороги, я могу смело сказать, поселений таджикских цыган сейчас нету. Потому что мы периодически устраивали рейды, изымали детей, потому что они там одни, что хочу, то и врачу. Мы их в приюты направляли, в ЦВИН направляли. И как-то они куда-то переселились. Нету их у нас поблизости. То есть работу транспорта они не нарушают. А была большая проблема. Да, да, да. И у нас остается буквально чуть больше минуты. До начала учебного года опять же остается не так много времени будет. Ряд каких-то мероприятий. И что нужно? Вот перед началом о чем предупредить? В начале учебного года, особенно те дети, которые живут вблизи объектов транспорта. Не только железнодорожного, но и просто больших магистралей. Возьмите ребенка за руку, всегда говорю, пройдите с ним и проговорите вслух. Здесь мы идем смело, здесь мы останавливаемся и идем только на зеленый. Мы ждем, загорелся зеленый. Мы пошли вместе со всеми. Мы идем не торопясь, но и не в развалку. И вот так несколько раз пройти и проговорить. Понимаете, ребенок, для него родитель авторитет. Вот как вы ходите, как вы делаете, так и он будет делать. Тогда уже смело можете его отпускать, он будет сам ходить. Ну не сразу, конечно, но когда... Ну и в учебных заведениях тоже начнутся, наверное, мероприятия. Сейчас у нас за каждой школой сотрудники железной дороги закреплены, мы закреплены. Ну мы туда ходим постоянно и стараемся детям довезти. То есть сейчас готовится новый раздаточный материал, новые подарки, новые сувениры. Все это вот связано с безопасностью. Не просто вот какая-то ручка, а ручка со смыслом. Не просто линейка, а с картинками. Не просто раскраска, а раскраска именно вот как надо себя вести. То есть железнодорожники тоже готовятся к учебному году. Ну что ж, спасибо за то, что пришли, за важную и полезную информацию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова